И когда лиса родила полу-лисенка, полу-медвежонка, весь лес узнал, что она изменяет мужу с медведем, который является ее троюродным братом по материнской линии. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, погоди, ты краник-то это, прикрой, то я уже что-то заклепываться начинаю. Это как-то мы так далеко от колобка ушли. Просто ослепленные проблемами колобка мы не заметили, какое количество проблем в лесу, а они есть. Зайчихи бесконтрольно рожают свое потомство, не задумываясь, что будут есть их дети во время кризиса. Ежи питаются на помойках и считают это нормальным. Стоп, 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 тихо! Вообще-то мы говорили, что это сказка для детей. Конечно, и все закончится хорошо. Для всех? Кроме лося. У него сейчас проблема, он в стационаре, и ему требуется дорогостоящее лечение на коленном суставе. Его семья не может это позволить, поэтому требуется сбор средств. Слышь, фантазер сказочный, давай театр в сумку и домой. Не будем мы тебя дослушивать. Вы уверены? Тогда вы не узнаете, что прятал детка от бабки по сусекам, все ли в порядке с психическим здоровьем детки и бабки, ведь они практически пытались съесть своего ребенка, а также, почему Заяц после встречи с Колобком впал в депрессию и ни с кем не общается. Ладно, давай, да рассказывай. А продолжение завтра в это же время. Не переключайтесь. Сразу! А сейчас художественный фильм «Ричард. Львиное сердце». Начинать, да, уже? Да, давай, я же не переключился. Короче, там такая тема была. Мужики собрались за столом. Стол такой большой, круглый, такой деревянный. Они все подряд обсуждали. Среди них вот этот Ричард был самый главный такой мужчина. Он... А, блин, я про другой фильм начал рассказывать. Про Артура, прикинь. Чуть-чуть перепутал. Можно я завтра выучу, расскажу заодно? Теперь вообще смотреть нечего. Вина мне!